В Петербурге уволенный учитель года выложил нецензурный разговор директора с гимназистами. Педагог опубликовал запись встречи со старшеклассниками и на этой записи руководитель школы зачитывает школьникам их же высказывания социальных сетей. Ну и впрочем совсем не стесняется в выражениях. Читаю, цитирую. Все считают, если вам-то не стыдно это писать, мне-то мне читать не стыдно. Все считают Женю таким хорошим, а из-за него ушла из школы хорошая девчонка, которая нравилась, а он ее послал, променял на красивую девушку, которую, видимо, сладкая. Вот такой вот хороший. После разговора о б***ном вечере, ему сильно попакивает п***я. А вот Тихона интересует 26 декабря, как это п***л Насте в библиотеке. Сама директор гимназии подтвердила, что действительно проводила такой разговор в классе и обсуждала закрытую группу школьников в социальных сетях. Но при этом она цитировала сообщение старшеклассников, хотела показать, что такое общение неправильное. Я хотела, чтобы они поняли, насколько это безобразно звучит. Одно дело, когда ты это пишешь, не произнося вслух. Другое дело, когда ты это слышишь и понимаешь, как это воспринимают другие. К тому же, они ведь видели еще и мою реакцию на это. Реакция детей на разговор, если вы послушаете внимательно, там в некоторых местах видно, реакция вначале шутливая, а потом реакция, означающая то, что они серьезно задумались. Я считаю, что встреча принесла положительный результат. Разговор попал к учителю информатики гимназии от родителей старшеклассников. Выложить беседу он решил сразу же на следующий день, после того, как узнал, что его уволят. Победитель конкурса «Учитель года 2007» Дмитрий Гущин разместил аудио на своей странице в социальной сети. Запись сразу же осудили все подписчики педагога. Он сам также назвал поведение директора возмутительным. Я сам, честно говоря, был удивлен, послушав первые пять минут, и у меня, честно говоря, нет даже слов, чтобы описать все, что я это переживаю. Я не смог это даже слушать. Но что это антипедагогично, это совершенно азбучная истина. Об этом в любом педвузе говорят на первой лекции, на первом курсе.